Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Может оздоровить жизнь села? Смотрите в нашем материале. Обкатают лучшие мировые бренды. Студенты Самарской сельхозакадемии узнают нюансы работы новейшей сельскохозяйственной техники. У аграриев с этого года новая традиция. Профессиональный праздник они будут отмечать не в Самаре, а в своих же краях. Благо, что объекты для проведения торжеств по масштабу ничем не уступают городским. Почин взял Кенечеркасский район, традиционно один из передовых в регионе по показателям сельхозпроизводства. К тому же в этом году здесь удалось избежать засухи. Всего в области собрали 1 300 000 тонн зерна, 155 000 тонн картофеля и более 70 000 тонн других овощей. Этого вполне достаточно, чтобы и свои потребности обеспечить и поставить в соседние регионы. Агрария из 12 районов, все же пострадавших от погодной аномалии, до конца года получит компенсацию из федерального бюджета. Неблагоприятный для многих год, как ни парадоксально, выявил сильные стороны Самарского АПК. К примеру, еще несколько лет назад, при тех же погодных условиях, такая воловкая зерна считалась бы чудом. Но времена меняются. На поля и фермы приходят интенсивные технологии. Идет масштабное перевооружение техники, повышается качество семян, наконец, вносится больше удобрений. Иными словами, реализуется весь комплекс задач, поставленный губернатором в своих ежегодных посланиях. Да и сама господдержка за три года увеличилась в два раза. Мы вторые в стране по рентабельности производства в сельском хозяйстве. По темпам роста мы лидеры в Приволжском округе, где-то там вторые в стране, что касается поголовья. Мы в этом году перейдем рубеж 5 тысяч, 5 тысяч, надоя на одну корову в целом по области. И там рост производства молока растет, объем реализации молока растет. За глубокую модернизацию тепличных хозяйств и, главное, за быстрый рывок к большому молоку, звание почетного работника АПК России присвоено Андрею Евгеньевичу Половинкину. Два года назад он инвестировал в строительство мегапроекта. В Кенельском районе начали возводить комплекс, рассчитанный на тысячу голов дойного стада. Важный в производственном и социальном плане объект получил необходимую поддержку губернатора. Такие предприятия и есть новое село России. Здесь трудится порядка 200 человек. Ежедневно комплекс производит около 20 тонн молока. Андрей Евгеньевич Половинкин признался, промышленность, которой всегда занимался, он освоил гораздо быстрее, чем сельское хозяйство. Это намного тяжелее, чем промышленность. Когда мы входили в этот проект, мы не ожидали, что это очень сложный проект. Очень сложный проект, который зависит от многих факторов. Очень много это от персонала влияет. Нужно действительно обучать персонал. Еще один руководитель, кому присвоено звание почетного работника АПК России, Василий Иванович Белов, возглавляет завод «Дружба» почти 30 лет. Хозяйство, применуя сразу по двум направлениям, молочный скот и знаменитые на всю страну овцы куйбышевской породы, является якорным предприятием для области и постоянно развивается. Авторитет директора – лишь вершина пирамиды, в основе которой заложен грамотный и трудолюбивый коллектив. Я в своей работе 27 лет так себе и представляю. Если я разговариваю со скотником, я представляю себе скотником. Тогда я его больше понимаю и его недостатки. Если я разговариваю с управляющей, значит я управляющий на уровне него. Если я разговариваю с главой района, значит я на уровне главы района разговариваю. И так выше. Если в крупных сельхозпредприятиях наметилась стабильность, то в фермерских хозяйствах сейчас прослеживается динамика роста. При активном участии главы региона на поддержку малых форм хозяйствования и семейных ферм привлекается все больше средств из федерального и областного бюджетов. В итоге в селах растут объемы производства, а натуральная продукция продвигается на прилавки. В других регионах вот этой особенности нет. Это наш плюс в определенной мере. Мы должны этим воспользоваться, мы должны этим людям помогать. И на самом деле сделать так, чтобы они и расширялись, и прочнее вставали на ноги. Понятно, что там и собственный труд человека используется, самого руководителя, и там и себестоимость ниже, там и рентабельность в том числе выше. И там рост у нас сегодня молока и мяса на уровне 27-30% к уровню прошлого года. На торжественном мероприятии чествуют лучших представителей АПК, передовиков, которые вносят вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона, да и страны в целом. Самую почетную грамоту от президента страны вручили начальнику управления сельского хозяйства Большечерниговского района Владимиру Ефимовичу Пильщикову. Инженер по образованию, он руководит ведомством 26 лет. Гордится тем, что где родился, там и сгодился. И что родной коллектив сельчан-соратников по отрасли никогда не подводит. Награда такого уровня для руководителя любого ранга – это награда того трудового коллектива, с кем он работает, кого возглавляет. И поэтому я хотел бы, пользуясь телевидением, передать благодарность всем своим землякам-большечерниговцам за тот большой труд, который они вкладывают в развитие сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйство, ну без него просто нельзя. Сельскохозяйство было всегда опорой любой России. И на сегодня особенно сложное время, которое называется санкциями, без сельскохозяйства не обойтись. Потому что, как говорят дети, сейчас мои внуки, любовь приходит, уходит, а кушать хочется всегда. А контрсанкции, наложенные правительством страны, только на руку отечественным аграриям. Возможности для замещения импорта, как говорится, еще не паханное поле. Если инициативу сельчан, как зернышко, заложить в подготовленную почву, удобрить где надо господдержкой, то добрые и нужные всходы обязательно появятся. Сделать глубинку привлекательной может не только сельхозпроизводство, но и банальный медпункт. То, что у жителей Алексеевского района было розовой мечтой, на днях стало приятной явью. В селе Корнеевка открылся современный ФАП. Позабыв про хвори, сельчане спешат к новому объекту, как на праздник. Долгое время жителей принимали в старом помещении, где частенько были перебои с водой и отоплением. А чтобы вылечить более серьезные недуги, приходилось ездить в райцентр за 20 километров. Ездили в Алексеевку, но попутных кое на чем. Приедем там, транспорт уходит, а мы же не прошли. И все. Ну а теперь, смотрите, как у вас подарок. Да, да, красота какая. Всем спасибо, кто делал, кто организовал. Начальцу спасибо. Лечить нас теперь будет. Теперь сто лет точно как минимум должны пройти. Обязательно. У нас планка стоит такая. Фельдшер Галина Золотухина мечтала о таких условиях 20 лет. Именно столько здесь и работает. Теперь надеются, что и дорогу к ФАПу нормальную сделают. Все это мы облагородим. Весь вокруг и огородим, и цветочки посадим. Все как бы сделаем. На следующий год приезжайте, у нас уже будет все здесь красивое. Новый ФАП возвели по линии областного метельхоза благодаря участию в федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Оснащением же пункта медикаментами и оборудованием займется региональный Минздрав. Вообще в программе Министерства сельского хозяйства по Алексеевскому району у нас запланировано 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Вот пока мы поставили три. Это в поселке Авангард, в Патровке и вот сейчас село Корнеевка. Очень надеемся о том, что на следующий год у нас в программе заложено село Калашиновка в Алексеевском районе. Также подготовлены и сданы документы поселом Антоновка, Первокоммунарский, Суботино, Несмеяновка. И как нас заверяют наши министры, мне нет оснований не верить, глядя на то, как каждый год мы все это с вами открываем торжественно. Это все будет продолжаться, что очень радует. Стержень жизни Корнеевки – сельское хозяйство. И держится оно на дружном тандеме здешних сельхозпредприятий и фермера. Вместе возрождали базы бывшего колхоза, поднимали растениеводство, а сравнительно недавно стали выращивать крупный рогатый скот. Аграрное развитие глубинки возможно только в связке с социальным комфортом на селе, считают специалисты. И теперь, когда появился ФАП, молодежь уже не будет искать счастья на стороне и поможет хозяйствам в развитии. Еще площадку сделаем на откорм, потому что здесь уже, опять же, маточное поголовье займет это помещение. Сейчас вот они здесь, молодняк пока, а со временем мы его переселим. Опять же, тут будет маточное поголовье. Вот они, эти телки, они, считай, уже себе место застолбили. Увеличивать будете? Ну, постихоньку наращиваем, да. Стереотипы постепенно себя изживают. И назвать глубинку черной дырой, где можно разве что баклушей бить, отваживается лишь совсем несведущий человек. Даже в негустонаселенной Корнеевке есть наглядный пример броскому девизу «Работа найдется для всех». В прошлом году двое молодых ребят не поддались на соблазны мегаполиса и устроились на работу в хозяйство. Вдобавок сюда приняли и три семьи из Луганской области. Пересекли границу на лагерь беженцев. А с лагеря беженцев уже по распределению на Самару. Здесь полтора месяца пробыли на Чапальской, в Самаре. И потом приехал работодатель Василий Александрович. И нас сюда поговорили, посмотрели, предоставили жилье. Ну, короче, хорошо приняли. Нам понравилось. Дальше думаем оставаться. На поверку остаться в селе хотят многие. Работа не в проворот, да и социальное благоустройство набирает силу. Вот эти мероприятия производственные и социальные, они неразрывно связаны между собой. Вот здесь два года назад, на этом месте, где мы были, было просто брошенное помещение. Сегодня вот за два года вы видите 320 голов поголовья. Это занятость люди, закупили свиней. Там, где есть производство, где живут люди, где работают люди, необходимо развивать социальную сферу. Эти два процесса неразрывны между собой. И поэтому те, кто работают, они должны проживать в комфортных условиях и получать весь набор и спектр услуг, которые должны получать городские жители, также и сельские. Поэтому сегодня, выполняя программу устойчивого развития сельских территорий, выполняя послание губернатора Николая Ивановича Меркушкина о том, чтобы комфортно людям жилось и трудилось на селе, вот эта программа реализуется. Развивать глубинку и улучшать социальный облик села намерены и дальше. Средства на будущий год уже заложены в областном бюджете. Студенты и педагоги Самарской государственной сельхозакадемии обкатуют лучшую мировую технику. В рамках поручения губернатора области приблизить профильное аграрное образование к современным реалиям АПК, в ВУЗе открылся специализированный класс. Цельный двигатель, коробка передач, гидравлика, рядом макеты с деталями и узлами в разрезе. Здесь находится своего рода препарированный трактор, только без колес и кабины. Компания по производству сельхозтехники с мировым именем пришла в аграрный ВУЗ пользы для и обучения ради. Современный инженер или специалист сервисной службы должен знать нюансы работы новейшей техники, как свои пять пальцев. Да, я хочу узнать больше об этом, так как я не сталкивался с европейской техникой, в основном только с российской. Это будет очень полезно, я считаю, и начинающим студентом, и таким студентом, как я. Учиться в поле с дипломом в руках поздно. Компетенция необходимо получать на студенческой скамье. Мощный трактор, как наглядное пособие, в помощь. Руководство Сельхозакадемии для этого разработает специальный курс и методические рекомендации. Подготовим весь учебно-методический материал, который обеспечит проведение лабораторно-практических занятий. И спецкурс будет направлен на то, чтобы изучить не только конструкцию этих тракторов, но и вопросы технического обслуживания и диагностики. То, что сегодня в хозяйствах в режиме сервисного обслуживания необходимо проводить в соответствии с установленным техническим регламентом. То есть наши студенты и наши преподаватели получают новый багаж знаний и, соответственно, повышают свой профессиональный уровень. Усилить работу по подготовке кадров. Такая задача поставлена в послании губернатора. И критерием в оценке работы аграрных учреждений в нынешних условиях становится не количество выпускников, а уровень их профессиональных компетенций. В такого рода классах студент будет впитывать современные технологии как губка, уверены эксперты. У нас в области очень много делается в части технической и технологической модернизации слегка ясного производства. Эта работа проводится в рамках послания губернатора Николая Меркушкина. И большая работа в этом плане проводится. И здесь, в этом классе мы планируем то, что студенты здесь будут проходить обучение. Но самое главное, что мы еще здесь планируем в рамках проведения повышения квалификации специалистов на базе сельхозакадемии, как раз рассказывать и показывать ту современную технику. Первые занятия в новом классе у студентов инженерного факультета начнутся уже в ближайшую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова